Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о новостях. Реальные доходы белорусского народа упали за последние 9 месяцев на 3,7%. В то самое время, когда лукашенковские бандиты рассказывают о том, что экспорт увеличился почти на 17%, а ВВП неуклонно растет. А статистический комитет говорит о том, что у нас вообще самый богатый регион в постсоветском пространстве. Послушаешь их и смеяться хочется, посмотришь в кошелек и плакать хочется. Объем промышленного производства в Беларуси 2022 года в текущих ценах составил 169,6 миллиарда рублей. И упал на 5,4% к уровню 2021 года. Чтобы вы понимали, 2020-2021 год для Беларуси это серьезно проблемный год. Мало того, что революция в Беларуси была, так еще и ковид. Много предприятий бастовало, поэтому сравнивая с 2021 годом, мы как минимум должны с вами понимать, что жопонька у нас еще та, а будет еще хуже. Соединенные Штаты Америки в ответ на политические заочные суды в Беларуси вводят визовые ограничения против 25 белорусских чиновников и депутатов, пишет Рейдер. Чтобы вы понимали, они недавно проводили суды, если можно их судами назвать, без людей. Ну, от слова совсем, даже видеозаписи появились, где пустые залы. И там вот, на данном видео, они Тихановскую судят. Ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что Лукашенко, ее сам об этом сказал, выпустил из страны, выгнал из страны под угрозами. А теперь судят. То есть, по факту, он нарушил закон даже в отношении Тихановской. С учетом того, что он говорил, что он еще и денег дал с белорусского предприятия, тут вообще большие вопросы. Имеет ли он право брать белорусские бюджетные деньги и отдавать, ну, пусть даже и Светлане Тихановской, но имеет ли он право брать деньги, за которые я, например, налоги платил и давал на то или иное предприятие. А теперь суды они проводят. Это не суды, это цирк. Ноту протеста в МИД Беларуси направило посольство Украины из-за сюжета на Лукашенковском ТВ. Возмущение вызвал показанный в эфире канала «Беларусь-1» сюжет с обвинениями украинских дипломатов в вербовке боевиков. Его показали 16 января в программе «Хрен поймешь расчет». Посол Украины в Беларуси прокомментировал сюжет в Facebook и был дико возмущен. А я на самом деле еще больше возмущен тем фактом, что в принципе они верят белорусскому ТВ и смотрят его. Там как не день, так фейк. Они поливают Украину как сопла. Каждый день, день в день. И почему-то только вот сейчас эти заявления. Меня очень сильно раздражает лояльное отношение мирового сообщества к Лукашенке и его режиму. Мало того, что все забыли о том, что он делал в 20-21 году с белорусами. И никто не обращает внимания, что он делает сейчас уже по отношению к украинцам. Я говорю сейчас конкретно про людей. И никого это не волнует. Все так или иначе крутят жопами, пытаясь соскочить с этой темы. А Лукашенко предоставляет территорию, обслуживает военную технику Российской Федерации. И открыто заявляет, что он пособник Путина. Еще и сравнивают, кто больше, тот ведь пособник. И все сквозь пальцы. В Днепре закончили разбирать завалы после рашистских атак. Огромное количество погибших, в том числе и дети. Я не могу комментировать данную ситуацию, так как что-то похожее происходит практически каждый день. И за это непосредственно в ответе Путин. Вы только вдумайтесь в то, что происходит. Это страх и ужас. Простые люди гибнут. Гибнут только потому, что кто-то чего-то хочет. Самое обидное это то, что тот кто-то даже объяснить не может, зачем это. А люди гибнут. Дудь пригласил к себе на эфир российского патриота. Специально, чтобы рассказать вам об этой новости, посмотрел весь эфир. Он не вызывает у меня какого-то негатива, но я очень внимательно смотрел на психологию и понимание этих людей. Что у них в головах. Украинцы, посмотрите, кто вами управляет. Откуда он, имеется в виду Зеленский, берет деньги? Ты имеешь в виду то, что Украине деньгами сейчас помогают Соединенные Штаты Америки? Конечно, да, да. Помогает. Хорошая помощь. Кто помогал Советскому Союзу, когда он воевал против... Вопросов нету, вообще никаких вопросов нет. Нет, тут я... Это бессмысленно спорить даже. Я скажу тебе больше, мы без Америки бы не выиграли. Я абсолютно в этом уверен. Если тогда США помогали Ленд-Лизам Советскому Союзу, Они когда начали помогать? Подожди, дай договорю. Помогать Советскому Союзу, который боролся с агрессором. С гитлеровской Германией. Сейчас Америка помогает Ленд-Лизам стране, которая борется с Россией. Может быть, причина тогда не в том, что Америка какая-то плохая страна, Которая всегда думает о том, чтобы нас уничтожить, А о том, что агрессор просто поменялся? Нет. Ни хрена. Я сейчас прям... Я не хочу этими тезисами из телевизора говорить, я прям их слышу. Когда начали помогать американцы Ленд-Лизам, что называется, России. После перелома, когда они увидели, кто начинает проигрывать. Тот условный западный мир и отдельные его представители Пытались Путина отговорить от начала войны. И до, и до, и Макрон прилетал, и Штольц сидел, И по телефону разговаривал, и все остальное. Что значит, они не пытались его переубедить? Что ты говоришь? Может быть, Путин отказывался просто и не давал себя переубедить? Слушай, давай так. Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? И нет. Ну, мне хочется понять просто. То есть, если мы с этой точки зрения разговариваем, Тогда мне вообще тебя переубедить будет невозможно. Ну, то есть, даже аргументированно, я так скажу. То есть, ты считаешь, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком? Ты считаешь, что Владимир Путин хочет просто забрать себе территорию всей Украины? Или там до Днепра, или до Киева, или, не знаю, вот эту вот Днепр, Херсонскую область, Запорожскую область, Днепр, Донбасс и Луганскую область. Просто забрать для того, чтобы у нас своих-то проблем нету, нам еще кормить надо. Правильно? Или там великие несметные богатства, без которых мы прожить не можем? Ну, просто объясни мне, пожалуйста. Мне кажется, Владимир Путин ответил на этот вопрос. Когда он наступал, сказал, что у нас наконец-то Азовское море стало нашим. Еще Петр Первый об этом мечтал. Ну, чего ж там, греху таить. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это надо устраивать. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Ты спросил, Путин хочет завоевать Украину, а я тебе говорю, он 30 сентября присоединил территории, и теперь в учебниках географии, истории, твои дети, дети других граждан России будут это изучать. А во-вторых, он сам сказал, что Азовское море теперь наше, и еще Петр Первый об этом мечтал. Безусловно, да. Но я, наверное, просто тогда, как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить просто. Ну, потому что это какая-то несуразица. Если вы все-таки соберетесь и посмотрите этот эфир, вы поймете, что вы ни хрена не поймете. Просмотрел более чем два часа и понял, что в голове, ну, совсем все плохо. Просто плохо. Причем мне показалось, что он искренне говорил то, что говорил. Ну, это, если все такие путинисты, и у них примерно одна и та же логика и понимание ситуации, то, к сожалению, переубедить их, ну, в принципе, невозможно. Потому что там диссонанс на диссонансе. Главное, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. Только вот ездят рожать, ну, чтобы их жены рожали в США. Ну, и случайно паспорт сделали. Ну, есть же возможность, почему не воспользоваться. Ну, точнее, он любит США, но США во всем виновата. В общем, ну, надо посмотреть, чтобы хорошо понять. Хотя, еще раз повторюсь, негатива он у меня не вызвал. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!